Признаки деформирующего артроза коленного сустава На начальной стадии заболевание протекает не очень заметно, без болевых симптомов. В запущенной стадии появляются обостряющиеся боли в суставе, затруднения движения. Коленный сустав деформируется, вырастает в величине, нога принимает противоестественную изогнутую форму, что мешает свободному передвижению. Запущенная форма болезни может привести к инвалидности. Деформирующий артроз ошибочно путают с артритом. Это не одинаковые виды заболевания. Артрит является предвестником деформирующего артроза. Острый воспалительный процесс часто приводит к хроническому заболеванию артрозом. Стадии деформирующего артроза коленного сустава Существует три стадии развития заболевания. В первой степени, болезнь имеет слабые проявления, вызывает дискомфорт только в период активных физических нагрузок. Симптомы быстро проходят после отдыха. При диагностике рентгена можно увидеть первые изменения в виде отростков и затягивания щели сустава. Ранняя стадия легко поддается лечению при своевременном обнаружении. Во второй степени проявляются болезненные ощущения в колене при небольших нагрузках. Возникает хруст в суставе. Неприятные ощущения не проходят даже в стадии покоя конечностей. На этой стадии случается отслойка частиц хряща и кости. Происходит видимое изменение формы колена. Ощущается отечность ног. На рентгеновских снимках отчетливо видно развитие патологии, увеличение остеофитных наростов, сужение суставной щели, изменение кости. Пальпация колена очень болезненная. В этом случае иногда применяется хирургическое вмешательство. Третья степень приводит к инвалидности. Из-за непрекращающейся боли, больной не в состоянии передвигаться самостоятельно. Сустав издает сильный хруст. Колено деформировано и увеличено, наблюдается сильная отечность. Рентген показывает износ хряща, нарушение в связках, распад менисков и увеличение соединительной ткани. Происходит срастание суставной щели. Исправить положение, возможно только пройдя операцию по вживлению эндопротеза. Болезнь имеет свойство прогрессировать бессимптомно, даже при запущенном внутреннем состоянии. Необходимо своевременно проходить рентгенограмму и консультацию специалиста, чтобы не упустить важные моменты лечения. Методы лечения деформирующего артроза коленного сустава. При установленном диагнозе деформирующего артрита, важно понимать, что само лечение и простое обезболивание не избавляют от проблемы. А лишь оттягивают неминуемый процесс качественного лечения. Необходимо пройти курс лечения в специальном ортопедическом центре. Главной задачей является снятие нагрузок на суставы комплекс лечебных упражнений и физиотерапевтические процедуры, способствующие остановке развития болезни предупреждения формирования малоподвижности восстановления работы суставов в период оздоровления. Посещать лечебные санаторные процедуры. Лечение медикаментами для устранения боли при деформирующем артрозе, назначают нестероидные противовоспалительные препараты, немесулит, деклофенак. При острой форме, назначают уколы стероидов, гидрокортизон, дипроспан. Применяют внутрисуставное введение. Наряду с основными препаратами используют введение гиалуроновой кислоты и оксигеновых инъекций. Кислород расширяет суставную капсулу, выводит молочную кислоту. Назначаются сосудорасширяющие, анестезирующие и хондропротекторные средства. Препараты применяют в виде инъекций, мазей, кремов и таблеток. Также используется методика плазмолифтинга. Плазма крови пациента насыщается тромбоцитами и вводится в проблемный сустав. Такой способ восстанавливает структуру суставного хряща, устраняет воспалительные процессы. Используется в лечении заболевания у спортсменов для быстрого оздоровления двигательных функций организма. Терапия проводится курсом до 6 сеансов. Медикаментозное лечение часто сопровождается дополнительными процедурами. Лазерная ударно-волновая терапия используется. На первой стадии развития артроза, обезболивает и снимает воспаление. Также применяется для уменьшения последствий от приема препаратов кортикостероидов при запущенном течении болезни. Устраняет солевые отложения, возвращает гибкость связок, убирает фиброзные образования и улучшает кровоснабжение. Лечение проводится местное, без болезненных ощущений. Курс лечения рассчитан до 10 сеансов. В комплексе лечения мазями, используют физиотерапевтический метод, воздействие ультразвуком на сустав. Это позволяет улучшить проникновение мази в больной участок. Миостимуляция, воздействие электрическими импульсами на мышцы возле сустава. Ток заставляет мышцы активнее сокращаться, устраняет атрофию. Это приводит к улучшению двигательной функции, снятию зажимов в суставе и осизновению боли. Лечебные ванны применяются в основном на базе санаторного оздоровления, в совокупности с медикаментозным лечением. Существуют скипидарные ванны, радоновые, из сероводорода. Имеют противовоспалительные и обезболивающие воздействия. Медицинские пиявки специалист устанавливает вокруг пораженного сустава. Благодаря специфическому составу слезей, в тканях сустава происходят восстановительные процессы. Применяется лечение в ранней стадии заболевания. Эффект достигается уже через пару сеансов и длится в течение года. На начальной стадии болезни применяют ибоукалывание, устраняет отек и возвращает суставу подвижность. К медицинскому лечению присоединяют и лечебную физкультуру. Рекомендуется выполнять ряд специальных упражнений. Начинать необходимо в утреннее время сразу после пробуждения. И затем повторять периодически в течение дня. Также назначаются занятия плаванием, упражнения с тренажерами. Это препятствует застойным явлениям мышц и суставов. Выводит лишнюю жидкость из организма, улучшает подвижность, контролирует массу тела. Время выполнения упражнений и степень нагрузки устанавливает врач, исходя из физических возможностей пациента и стадии заболевания. С целью эффективности лечения препаратами специалист назначает вспомогательные методы, диетическое питание, для снижения лишнего веса и снятия нагрузки на сустав, улучшение обмена веществ и уменьшение отложения солей. Также ношение ортопедических стелек и обуви на коленников, позволяющих сбросить нагрузку на колено при ходьбе.